Наса Чурикова спрашивает, подскажите, как поднять самооценку? Дорогая Наса, чтобы поднять самооценку, нужно совершать только те поступки, за которые вы сами себе поднимаете самооценку. А те, которые не поднимаете, либо она остается такой же, не совершать. Вы спросите, как это делать, нужно их записывать. Значимые вещи. Домой вечером пришли, закрыли глаза, посмотрели на одну-две значимые ситуации, которые для вас произошли, описали ее, что произошло по-вашему, как вы себя повели, как вы на нее триггировали, как бы вы хотели повести. И вот тогда у вас создается пространство, дистанция между вашими рефлективными действиями и вашим мышлением. Дневник дает такую дистанцию, вы делаете шаг назад, получаете площадку, с которой вы можете принимать решение, когда эта ситуация повторится, потому что вы ее уже осознали и продумали. Как бы там ни было, продумали и осознали. В следующий раз, когда она случится такая же, а обычно все эти ситуации ритуализированы и часто повторяются, сценарии работают, вы говорите, ага, я этой дорогой уже идти не хочу. Я хочу пойти так, как у меня в третьей графе написано, так, как я хотела бы поступить. Но надо помнить, что самооценка очень плотно, то есть ответ на вопрос «Кто я?» очень плотно привязана к вашим умениям и вашим способностям. И рано или поздно, введя этот дневник, вы обнаружите, что есть вещи, где вы хотели бы вести себя вот так, например, свободно говорить с иностранцами на английском, самый простой пример. Но вы не можете так себя вести, потому что вас просто не хватает для этого способностей. Вот хотелось бы говорить, но способностей нет, не знаю английский. И тогда возникнет следующий вопрос, и это правильный вопрос. Каких способностей мне не хватает, умений, чтобы я могла себя вести так, как мне хочется и как записано у меня в дневнике? И вы начнете, вы поймете, что лучшие инвестиции – это инвестиции в себя, что как только у вас появились какие-то деньги, даже не лишние какие-то, немедленно нужно инвестировать в себя, повышая свои способности в тех областях, которые вас интересуют. И спустя какое-то время, по факту понимания этой ситуации, по факту системной работы с этой ситуацией, по факту приобретения новых способностей, по факту реализации новых способностей, вы смените самооценку на куда как более высокую и начнете жить совсем другой жизнью.